Продолжение следует... Приветствую на моем канале. С Вами Кривуля Андрей Чарли и в честь выхода новой версии Quixel Mixer я решил записать этот врок. В нем мы поговорим о создании асфальтированной дороги и экспорте ее в Unreal Engine. А также 3ds Max, в котором будем рендерить с помощью VRaynex с использованием плагина RailClone и Vertex Paint. Для того, чтобы скачать новые версии Quixel Mixer и Bridge, которые понадобятся для урока. Заходим на сайт megascans.se, регистрируемся и качаем все приложения на странице Apps. При первом запуске Quixel Mixer вы увидите окно, в котором нужно будет указать папку локальной библиотеки. В которую будут загружаться все ассеты. А также папку для файлов самого миксера, включающие проекты, пресеты и так далее. Для локальной библиотеки я создаю папку Megascans Retopo. А в нее уже помещаю папку с названием Quixel Mixer. Для файлов самой программы. После указания нужных путей нажимаем ОК. Если выглядит следующее окно, нажимаем Update. После чего появится окно программы, с помощью которого можно открыть готовые проекты. Или создать свой микс нажав на плюс с текстом New Mixed. Нажимаем на этот текст и в выпадающем окне указываем имя микса. Рабочее разрешение, которое я обычно ставлю равным 1024, чтобы не сильно нагружать видеокарту. И PBR Workflow Metalness. Так как будем использовать Unreal Engine. Нажимаем ОК. Итак, Quixel Mixer запустился. Давайте же разберемся в его интерфейсе. В меню File можно создавать новый микс, открывать его, сохранять, а также самое главное экспортировать в библиотеку Bridge с помощью Export to Library. А уже с помощью него экспортировать в 3ds Max, Maya, Unreal или Unity. В меню Edit находятся настройки программы. Вы можете поменять пути к папкам, включить большой интерфейс для 4K мониторов, а также посмотреть информацию о вашем ПК. В меню Library находится несколько опций, которые позволяют загрузить ассеты из zip-архива Megascans, ассеты из папки или кастомные ассеты, которые вы скачали, например, с сайта Polygon или создали в Photoshop. Также, вы можете загрузить все ранее купленные ассеты и обновить библиотеку, если в нее были внесены изменения. Чтобы показать пример загрузки custom на PBR материала, я буду использовать материал с сайта Polygon. Вы же можете использовать ваши материалы или какие-либо другие сайты. На сайте Polygon все очень просто. Выбираем понравившийся ассет, включаем нужное разрешение текстуры, нажимаем кнопку Download Now. После чего распаковываем архив, открываем Quixel Mixer, заходим в Library и выбираем Import Custom Surface. В зависимости от PBR workflow, выбираем нужную текстуру Albedo или Diffuse и миксер сам загрузит остальные текстуры автоматом. Но на всякий случай проверяйте, правильно ли он их загрузил. Затем нажимаем Next. В поле Name я всегда вставляю такое же имя материала, как и на сайте. Приписывая приставку с разрешением текстуры и названием сайта. Чтобы потом не путаться. Ставим размер, выбираем категорию, настраиваем параметр Height и пишем теги. После всех операций нажимаем Import. В итоге в локальной библиотеке появится данный ассет. Нажав на него, вы загрузите ассет в сцену. Как видите, все очень просто, за что огромное спасибо команде Quixel. Чтобы качество дисплейсмента было лучше, заходим в дисплей и увеличиваем тисселяцию. Итак, с этим разобрались, идем дальше. Далее идет меню Help, в котором можно активировать лицензию, проверить наличие апдейтов и почитать информацию о создателях. И последнее меню Experimental, которое позволяет генерировать нормали, учитывая все слои. Поверх них создается новый слой с сгенерированной картой нормалей. Ниже основного меню следуют вкладки Viewport, Local Library и Online. О библиотеках мы поговорим позже. А сейчас давайте обсудим меню Viewport. Первое меню позволяет выбирать отображение разных PBR текстур. Для выбора, Вы можете использовать цифровые клавиши от 1 до 8. Таким образом, будет включаться одна из 8 текстур. Albedo, Metalness, Gloss, Roughness, Normal, Displacement и Ambient Occlusion. Следующая иконка включает и выключает Displacement. Также, Вы можете использовать горячую клавишу D. За ней следует тайлинг и выключается и выключается он горячей клавишей T. И последнее крайнее меню позволяет менять HDRi. Для этого, Вы также можете использовать клавиши вверх или вниз. Теперь давайте поговорим о правом меню. И первыми идут слои, которые имеют несколько иконок для работы с Surface. О них мы поговорим чуть-чуть позже. В Settings, Вы можете менять рабочие разрешения и PBR workflow в любой момент. В Display можно поменять Background, настроить яркость и поворот HDRi. Выбрать плоский свет для заднего плана или Skybox, который можно размыть. Поменять качество тени и угол обзора камеры. Изменить качество тесселяции. Включить или выключить Backface и конечно же Antiliasing. Куда же без него в современном CG мире. В Performance находятся 3 опции, которые позволяют Вам оптимизировать работу вейпорта и всей программы. Первая опция понижает качество текстур во время манипуляции с настройками Surface. Вторая опция делает Displacement качественнее. Можно его включить только на Export. И третья опция позволяет оптимизировать рисование в Paint слое. В последней вкладке находится мощная система экспорта. Но лично я предпочитаю использовать Export to Library в меню File и потом через Bridge загружать текстуры в любой софт, который мне необходим. Но если вдруг у VS появится необходимость экспортировать отдельные карты и как-то их настроить. То для начала выбираем пресет нажав на Load Defaults. У любой карты Вы можете настроить отдельные каналы R, G или B. И если выбрать формат RGBA, то в альфу можно загружать дополнительные текстуры, что очень удобно для оптимизации в Unreal Engine. PNG текстуры позволяют экспортировать 16 бит. Но если Вы выберете XR, то сможете экспортировать 32 бита. Как видите, это очень мощный экспортер, но здесь настолько все просто, что в подробном анализе не нуждается. Идем дальше. Теперь поговорим о локальной и онлайн библиотеках. В локальной библиотеке будут формироваться все категории, которые Вы создаете. Выбрав любую из категорий, Вы отобразите материалы, относящиеся только к ней. Также Вы можете выбрать отдельно Surface, Atlas или 3D объект. В данном случае, у меня пока нет 3D ассетов, поэтому их нет в списке. В поиске используем все теги, которые относятся к любому из Surface. Например, если Вы напишите Ground, то Mixer отобразит материалы с этим тегом. При желании, можно поменять распределение материалов по последнему. По типу материала, по оттенку и по яркости. Если, например, выбрать расположение по яркости, то Вы увидите, что материалы расположены в порядке от темного к светлому. И конечно же, Вы можете поменять размер самих иконок. На выбор дается три типа. Маленькие, средние или большие. Online-библиотека это точная копия того, что загружается на сайт. Так что здесь, Вы будете видеть постоянные апдейты. Навигация идентична локальной библиотеке. Правда, тут категории намного большие. И есть еще подкатегории. Здесь же, Вы можете скачать огромное количество кистей для Paint слоя. Итак, с навигацией основными моментами разобрались. Давайте настроим Bridge и наконец-то приступим к созданию дороги и экспорту ее в Unreal Engine 3ds Max. О Maya я не буду рассказывать, так как в ней пока еще ведутся работы над интеграцией скрипта. В 3ds Max я буду показывать новой Vray Next. А там уже решайте сами, что использовать для рендера. При первом запуске Bridge, у Вас тоже откроются базовые настройки, в которых нужно будет загрузить путь к репозиторию, которую Вы указывали в Mixer. А также настроить размер иконок. Остальные настройки не трогаем. После нажатия Save Changes, Bridge попросит ввести данные аккаунта. Входим в него и добро пожаловать в замечательный экспортер от Quixel. Интерфейс Bridge тоже поменялся и здесь есть доступ к онлайн-библиотеке с огромным количеством категорий. В Downloaded находятся Ваши загруженные материалы. В Custom все Surface, которые создавали в Mixer или загружали с других сайтов через Import Custom Surface. Ниже находятся основные категории онлайн-библиотеки с кучей подкатегорий. Нажатием на них, Вы активируете теги в панели Search. Также туда можно писать свои теги и находить нужный материал. Это все, что я хотел рассказать о базовых настройках Bridge. Об экспорте поговорим уже после создания дороги. А об этом я расскажу во второй части урока. С Вами был Криули Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok